С этого урока мы приступаем к изучению инструментов программы Photoshop. Панель инструментов находится с левой стороны на рабочем столе. Если по каким-то причинам вы ее не видите, то зайдите в меню «Окно» и выберите здесь «Инструменты». Панель инструментов – это в своем роде азбука Photoshop. Знать все ее буквы обязательно, иначе вы с трудом будете понимать язык этой программы. В рабочем окне панель инструментов выглядит тоненькой хрупенькой полосочкой. Но если раскрыть все инструменты, которые сидят внутри нее, то устроена она вам точно не покажется. Вот она ненаглядная во всей своей красе распласталась по экрану вашего монитора. Панель включает в себя более 60 инструментов. Как вы уже заметили, где-то кнопка отвечает всего за один инструмент. Например, вот в перемещении инструмент перемещения, он здесь единственный. А из-под других высыпается аж целая гроздь. Например, инструмент перо. Здесь сидят аж 5 инструментов. Текст здесь тоже 4. С инструментом перемещения мы уже знакомились в прошлых уроках. В этом уроке мы сконцентрируем наше внимание на инструментах выделения. Это собственный инструмент выделения. Затем лассо и волшебная палочка. Этот скриншот был сделан еще с версии фотошопа CS2. И здесь не хватает одного инструмента, который уже появился в CS3. Сейчас я вам его покажу. Это инструмент быстрое выделение. А пока по порядку. Начнем разбираться с обычным выделением. Сюда входит прямоугольная область, овальная область, область горизонтальная строка и область вертикальная строка. Как они себя ведут в работе. Давайте создадим новый документ. Ctrl-N. Здесь поставим настройки. Пример 600 на 400. Сделаем себе документ такой. Нажмем «Да». Вот у нас появился документ. Для создания выделения нужно, кликнув левой кнопкой мыши, растянуть его. Сейчас прямоугольная область получается произвольных размеров. Как вы поведете мышью, так она у вас и получится. Отпуская кнопку мыши, выделение фиксируется. И далее, заведя курсор внутрь выделения, вы можете это выделение перемещать. Если вы хотите, чтобы получился ровный квадрат, то нужно зажать клавишу Shift на клавиатуре. Каждый раз, создавая новое выделение, прежнее будет исчезать, потому как инструмент находится в обычном режиме. Посмотрите на панель настроек этого инструмента. Первые четыре кнопки – это режимы выделения. Вы уже знаете, что представляет собой первый режим. Что когда мы нарисовали выделение, второе выделение будет создаваться с учетом того, что первое пропадает. Рассмотрим теперь остальные. Следующий режим называется «Добавление к выделенной области». Как он работает? Вы рисуете выделение. И в этом режиме вы можете спокойно нарисовать еще несколько выделений. Причем первое или второе не исчезнет. Вы можете делать вот такие фигуры. То есть выделение будет расширяться или дополняться. Понятно. Чтобы снять выделение, вам поможет комбинация клавиш Ctrl-D. Рассмотрим следующий режим. Этот режим называется «Вычитание из выделенной области». У вас есть выделенная область. И теперь вы можете из этой выделенной области вычитать. «Понятно, как действует», да? Принцип как будто бы откусывает кусочками. И последний режим – это режим пересечения с выделенной областью. Выделение будет оставаться только в том участке, где две области пересекаются. Или угадайте, где сейчас будет выделение. Да, именно здесь. Таким образом вы могли бы нарисовать ключик. Начнем с обычного режима. Нарисуем прямоугольную область. Теперь с помощью добавления добавим здесь вот такие вот части. Ключ, как у Буратино. Он к низу как раз и расширяется. Так, теперь перейдем в режим вычитания. Здесь мы сделаем узенькую такую палочку. Сам ключ. Здесь мы сделаем прорезь. А также интересные зубцы у ключа. Чтобы ключ был уникален. Такого, наверное, ключа точно не бывает. А еще вот здесь вот сделаем. Далее. И с помощью режима пересечения что можно сделать? Ну, можно отсечь какую-то часть. Вот, например, левые зубцы. Вот так. А теперь взять инструмент-заливку, поставить какой-то золотой цвет и залить ключ. И снять выделение Ctrl-D. Вот такой интересный ключ у нас получился с помощью режимов выделения. Теперь давайте поработаем с инструментом овальная область. Установим сначала радиус растушевки, допустим, 10 пикселей. Нарисуем овальную область. То же самое. Если вы хотите, чтобы получился идеально ровный круг, зажмите клавишу Shift и зальем каким-то цветом. Давайте темно-синим зальем цветом. Посмотрите, что получилось. Край выделения растушевался шириной в 10 пикселей. Давайте теперь попробуем нарисовать без растушевки. Что получится сейчас? Края идеально ровные. Принцип растушевки вы поняли. Следующие настройки. Сглаживание. Говорит само за себя. Сглаживает переход на краях. Далее стиль. Стиль нормальный. Лучше всего стиль объяснять на инструменте прямоугольная область. Если стиль нормальный, то вы можете рисовать выделение произвольной формы. Если вы поставите стиль заданной пропорции, один к одному пропорции, то будет рисоваться квадрат. То же самое вы можете сделать пропорцию 3 к одному. То, как бы вы не вели мышь, будет рисоваться прямоугольник с пропорциями сторон 3 к одному. И стиль заданный размер. Здесь вы можете задавать размеры в пикселях или в сантиметрах, как вам удобно. Например, размер 40 на 90 пикселей. Как только вы щелкнете по документу, создается прямоугольник именно той формы, которую вы здесь задали. Вы можете здесь поменять размеры. Тогда прямоугольник поменяет свое расположение, щелкая по этим стрелочкам. С настройками мы разобрались. Здесь у нас еще остался инструмент горизонтальная строка и инструмент вертикальная строка. Давайте возьмем инструмент горизонтальная строка. Что это значит? Как только вы кликнете по документу, выделится горизонтальная строка шириной в 1 пиксель. Если мы сейчас так увеличим документ, то вы реально увидите, что здесь выделен 1 пиксель. То же самое с инструментом вертикальная строка. Поехали дальше. Теперь поговорим про инструменты группы лассо. Какие инструменты сюда входят? Инструмент лассо, прямолинейное лассо и магнитное лассо. Инструмент лассо. Настройки здесь, как видите, уже вам знакомые. Нет параметра стиль только, да? Так как здесь выделение получается произвольное. С помощью лассо мы можем выделение делать от руки. Давайте возьмем другой документ. Допустим, вам нужно выделить эту невесту. Как вы будете это делать? С помощью лассо, допустим. Это, конечно, не идеальный способ выделения, но для примера. Вы зажимаете левую клавишу мыши и ведете лассо вдоль того объекта, который вы хотите выделить. Это то же самое, что рисовать мышью. То есть, если у вас рука не дрожит, а у меня она, похоже, дрожит, то выделение получится хорошее. Как я уже сказала, это не идеальный способ для выделения. Как только вы дошли до конца, отпускаете кнопку мыши и выделение зацикливается и превращается в бегающую пунктирную линию. Теперь это выделение вы можете копировать, переносить куда-то. Но куда же мы будем его использовать, если оно не идеально? Рассмотрим инструмент прямолинейное лассо или полигональное лассо. Оно используется для выделения угловатых участков. Допустим, нам нужно выделить поручень. Мы ставим точки, соответствующие линиям. Допустим, вот так. С помощью него очень удобно выделять прямоугольные угловатые участки. Понятно, да? Тоже закрываем наш контур и образуется выделение. Следующий инструмент это магнетическое лассо или магнитное лассо. Магнитное лассо действует на принципе контраста. Оно автоматически определяет грани объекта. Допустим, вы ведете по границе фаты. Здесь, как видите, контраст очень высокий. И если даже рука ваша будет дрожать, линия все равно приклеится именно к этой границе. Далее вы ведете по голове. Вот видите, я даже отвожу эту нить. она все равно приклеивается к волосам. Потому что очень здесь высокий контраст в этом месте. Вот здесь вот уже будет петлять. Хотя нет, к лицу теперь приклеивается. Дальше идем. В этом случае выделение, как видите, получается более качественное, чем если бы мы использовали обычное лассо. если вы хотите допустим, сейчас повернуть налево, то сделайте здесь точку, кликните левой клавишей мышью и перейдите в этот конец. Здесь также делаем точку и ведем дальше. Вот видите, здесь контраст у нас невысокий. Белый столбик почти как белое платье невестой. И магнитное лассо начинает здесь путаться, теряться. Что здесь поможет? Сначала мы должны вернуть точку назад. Для этого нажимаем клавишу Backspace. Затем дальше начинаем. Ставим точку, кликаем, ставим точку, ставим точку, управляем лассо. Так. И дальше контраст поймался и мы ведем спокойно дальше. Вот такой вот инструмент. И мы выделили почти идеально, если не считать это место. Посмотрим на настройки, какие здесь есть. Те же самые режимы, та же самая растушевка, сглаживание. Сглаживание как работает? Если ваш край получился немного неровным и угловатым, то данная настройка автоматически сглаживает край объекта. Следующая настройка идем. Ширина. Ширина, контрастность и частота, они здесь, эти настройки стоят по умолчанию, и в общем-то их менять нет необходимости. Но если вам интересно, я расскажу, что они значат. ширина. Чем выше контраст изображения, которое вы выделяете, тем больше можно поставить этот параметр. Контрастность. Это параметр углового контраста, то есть насколько будет различаться граница, по которой должна пройти линия. Здесь можно подбирать этот параметр самостоятельно. частота. Это частота точек, которые будут появляться по ходу ведения. Помните, мы ввели здесь курсор и по ходу появлялись точки. То есть если мы увеличим, допустим, этот параметр 100, то точек появляться будет намного больше. Видите, да? Их намного больше. теперь поговорим про инструмент волшебная палочка и быстрое выделение. Начнем с волшебной палочки, потому что данный инструмент уже здесь со стажем в фотошопе возник намного раньше, чем быстрое выделение, так что давайте уважим. Инструмент волшебная палочка. Он тоже существует здесь для создания выделения, но посмотрите, по какому принципу работает данный инструмент. когда мы щелкаем по какому то пикселю, программа автоматически анализирует параметры этого пикселя и смотрит, насколько соседние пиксели от него отличаются. и в зависимости от установленного параметра допуск думает захватывать этот пиксель или нет. Этот параметр допуска или чувствительность инструмента по умолчанию его значение стоит 30, но этого значения может не хватить, чтобы выделить полностью все небо. Давайте увеличим допуск до 40 и снова попробуем кликнуть по небу. Видите? Мы увеличили допуск и теперь инструмент захватывает намного больше пикселей. Он думает, если кликнули сюда, здесь почти такое же. Его захваты выделения здесь тоже почти походят. Здесь теперь тоже совпадают почти цвета, но здесь похожий цвет достаточно светлый именно для этого места, где мы щелкнули, поэтому эти места не захватились. Если мы изменим еще больше параметр и кликнем еще раз, то посмотрите, идеально. Допуск у нас теперь 50 значится. Если мы кликнули даже сюда, пиксели решили, что при допуске 50 даже эти светлые могут быть похожими на них и захватили получается все небо. Этот инструмент очень удобно использовать как раз в таких случаях для выделения неба допустим или выделения однотонного фона и для быстрой его замены. Вот здесь видите небо серое и тусклое. мы можем спокойно сейчас установить градиент какой-нибудь интересный градиент светлый и провести его посмотрите как будто бы так и было очень хорошо ну вот в этих кудряшках конечно можно было бы еще поработать немного но в общем результат получился удовлетворимый получается что чем выше значение допуска тем выше чувствительность этого инструмента и тем больше пикселей примерно одного тонна он захватывает допуск может меняться от нуля до 255 вы уже где-то слышали эти цифры ноль будет означать что программа будет захватывать только пиксели одного цвета посмотрите ноль вот какой-то один пиксель потому что больше такого нет вот все они здесь разные а если допуск 255 то инструмент будет выделять всю фотографию независимо от цвета пикселя что значит параметр смежные пиксели если он здесь отмечен то выделяются только соседние пиксели в замкнутом пространстве вы же видели что только небо выделялось мы щелкали по небу выделялось только небо хотя такого же цвета пиксели были и в кудрях невесты и на платье у нее такие же голубые тона допустим вернем сейчас все назад уберем галочку напротив смежные пиксели и щелкнем еще раз по небу сейчас установим здесь параметр 55 и щелкнем без галочки смежные пиксели посмотрите фотошоп установил что такой цвет на который мы щелкнули есть даже на лице невесты и на платье и в озере и на столбах вот так работает данный инструмент снимаем выделение образец всех слоев выделяя данную функцию ваше действие допустим по выделению неба будет проходить по всем слоям переходим к инструменту быстрое выделение почему оно быстрое называется потому что выделение происходит само по себе быстро берем палочку со знаком плюс и выделяем допустим платье просто щелкаем по нему щелкаем щелкаем и выделение постепенно добавляется как видите не очень удачно здесь выделилось мы сейчас можем взять выделение со знаком минус и аккуратненько пощелкать в этой области чтобы сравнять выделение очень удобно здесь получается есть и принцип волшебной палочки но выделение происходит достаточно быстро здесь можно менять диаметр кисти вот получилась дырка я щелкнула посередине невесты галочка стоит напротив усилить автоматически качество изображения это вполне логично об инструментах которые выделение создают мы поговорили о том как работать дальше с выделенной областью мы поговорим на следующем уроке не пропускайте до встречи не пропускайте не пропускайте